Друзья, всем привет! С вами Снайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего обзора распаковки телефон над компанией Xiaomi Redmi 9. Совсем недавно у меня на канале были обзоры распаковки и полноценные обзоры на Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. А это, можно сказать, что младшая серия без приставочки Note, но тем не менее, она обзавелась очень интересными новыми фичами по сравнению со своими предшественниками серии 8 и 7. Это старшая модель в линейке Redmi 9. Есть еще Redmi 9C и Redmi 9A, но они совсем дешевые, совсем бюджетные. Эта же модель под капотом имеет гораздо более мощное железо, чем два бюджетных брата и обладает некоторыми фичами, которые были присущи линейке Note 7 серии и даже 8 серии. Но давайте, собственно говоря, начинать распаковочку, потому что телефон, на мой взгляд, очень и очень интересный. Я попытаюсь в течение этих двух обзоров, обзора распаковки и полного обзора, ответить на вопрос, а стоит ли покупать сейчас Redmi Note 9 или же достаточно серии Redmi 9, и она сможет обеспечить вас всем необходимым для повседневного использования. Ну что ж, давайте отправляться за стол и будем смотреть, что же компания Xiaomi положила нам в коробку. И здесь, естественно, нужно обращать внимание на торец коробочки. Если вы хотите версию с NFC, у вас должна быть вот такая вот наклейничка. Саппорт NFC. Дело в том, что телефон выпускается в нескольких версиях для разных рынков, и не на всех версиях присутствует NFC. Поэтому, если для вас это важно, если вам это необходимо, обращайте внимание на эту наклейку. Ну и как мне кажется, сознательно себя ущемлять и покупать версию 3.32 не имеет смысла, потому что разница в цене сейчас 1000 рублей, а иногда даже меньше. Так, что здесь у нас в комплекте? Видим мы скрепочку, естественно. Традиционно бумажки и чехольчик. Ну, чехольчик давайте достанем, конечно же, посмотрим. Но, как правило, они такие довольно-таки дешевенькие. Хотя, конечно, очень здорово, что компания Xiaomi о нас думает. И всегда чехольчики кладет в коробку. Не нужно бегать и искать. Ну и давайте доставать красавца. Вот в таком я взял его зеленом цвете. Он называется у нас Ocean Green. То есть, такой цвет морской волны. Ну и здесь, конечно же, технические характеристики основные. 13-мегапиксельная у нас основная камера. Здесь также у нас присутствует макролинза, широкоугольная линза. Ну и, естественно, фронталка. Ну и, естественно, присутствует традиционно, как у всех телефонов нынешнее время, искусственный интеллект. То есть, ваши снимки будут цветастее, наряднее, ярче, ну и так далее. 5020 мА здесь батарея. Это очень круто и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Это, конечно, не 30, но, тем не менее, очень хорошо. Ну и что действительно приятно для телефона за 10 тысяч рублей. Это Full HD дисплей. Full HD+, если быть точным. Он, естественно, Waterdrop, так называемый, без О-образного выреза. Ну, это было бы, наверное, слишком круто. Ну и, естественно, Helio G80. Довольно-таки неплохой процессор восьмиядерный, среднеценового сегмента. Так, ну, давайте распаковывать и тестовать телефончик. Прикольно-прикольно выглядит задняя часть. Это, естественно, пластик. В Redmi вы, естественно, не обнаружите стекла, никакого алюминия. Ну и вообще никаких премиальных материалов. Но, тем не менее, смотрится корпус. Очень классно. Рифленая поверхность практически на всей стороне задней части телефона. За исключением вот такого выделения. Круглая часть, где у нас сосредоточены все наши датчики. Здесь у нас, естественно, камеры, модуль камеры. И датчик отпечатка пальцев и вспышка. И все это выделено вот в такой вот прикольный кружочек. Ну и здесь наклеечка, надпись Redmi и стандартные данные. Что тоже приятно. Даже в недорогих телефонах сейчас Xiaomi у нас устанавливает Type-C. Это очень классно. Присутствует джек 3,5 мм. Присутствует у нас здесь микрофон и монодинамик. На верхней стороне мы видим инфракрасный датчик. Это тоже очень классно. Потому что я телефоны Xiaomi без инфракрасного порта уже даже себе и не смыслю. Очень приятная, классная штука. Вроде как, когда ее нету и нафиг надо. А когда есть, это очень удобно. Также отверстие под микрофон шумоподавления. Ну и, собственно говоря, все. На правой грани мы видим кнопку включения и клавишу регулировки громкости. А на левой стороне традиционно мы видим лоточек. Я должен единственное проверить, потому что я не посмотрел, к сожалению, не знаю, комбинированный он или нет. Давайте откроем лоток и посмотрим. Он, естественно, пластиковый. Ох, и это хорошо. Одновременно поддерживаются и две симки, и SD. Класс! Это очень хорошо. Спасибо, Xiaomi. Даже в недорогом телефоне ты обеспечиваешь поддержку нам максимально возможную. А это действительно очень актуально, учитывая, что памяти здесь встроенной максимум 64 гига. И, конечно, хотелось бы ее расширить за счет карт памяти. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас еще присутствует. Ну, традиционно зарядка, естественно, кабель синхронизации Type-C. А зарядочка у нас здесь какая? Зарядочка у нас 10-ваттная. Несмотря на то, что телефон поддерживает у нас Quick Charge, зарядка здесь обычная. Если хотите Quick Charge, покупайте 18-ваттную зарядочку. Ну, это, в принципе, логично, наверное. Телефон дешевый. Было бы, конечно, очень круто, если бы здесь еще и зарядка была бы мощная. В комплекте имеется в виду. Большой экран. На нем уже, я вижу, наклеена заводская пленочка. Это хорошо. То есть у нас в комплекте идет и чехольчик, и наклеена пленка. То есть по-хорошему вы можете сразу из коробки начать пользоваться телефоном, и не покупать больше никаких дополнительных аксессуаров. Ну что же, давайте уже включать телефон. Сделаем первое включение, настроим и посмотрим, что же нам предлагает компания Xiaomi в этом телефончике. И нас встречает традиционная оболочка для компании Xiaomi. Это MIUI 11 версии. Насколько я знаю, этот телефон получит у нас обновление до MIUI 12 совсем скоро. Так что, покупая телефончик на относительно уже старой оболочке, вы получите свежее обновление, естественно, как только оно появится. Обращает внимание на себя довольно-таки тонкий, изящный корпус. И это несмотря на то, что внутри у нас, напомню, батарея на 5000 мА. Да и получился телефончик не очень тяжелым за счет того, что применяется здесь пластик, здесь нет металла и стекла, поэтому телефон весит меньше 200 грамм. Настроил я датчик отпечатка пальцев, и он традиционный для компании Xiaomi, работает очень шустро. Давайте проверим. Нажимаем, выключаем, нажимаем, выключаем, нажимаем, выключаем. То есть, ну, реально срабатывает очень шустро. Сама по себе оболочка довольно тяжелая, и когда мы, скажем так, включаем телефон, включаем экран, значочки очень плавно начинают появляться на экране, но сам датчик срабатывает молниеносно. Давайте посмотрим по настройкам. Ну, я уверен, что здесь все традиционно, так же, как и в телефоне Redmi Note 9, никаких новшеств здесь не будет. Экран, яркость, безграничный экран. Давайте сразу же включим безграничный экран. Я использую его, я уже не использую на экранной кнопке, мне кажется, это уже такой некий атовизм. Хотя знаю людей, которые предпочитают именно кнопки и не любят жесты. Сам экран довольно-таки качественный, давайте выкрутим на максимальную яркость. Довольно неплохой экран для бюджетного устройства. Понятное дело, что это недорогая IPS-матрица, хотя и Full HD+. И это действительно очень хорошо и приятно, потому что если посмотреть на конкурентов, что предлагают те же Realme, что предлагают телефоны Samsung, за эти деньги никто Full HD-экран нам не предлагает. Только компания Xiaomi в телефонах дешевле 10 тысяч рублей, а версия 3.32 стоит дешевле 10 тысяч рублей, предлагает Full HD+. Так, ну давайте по традиции послушаем громкость. Здесь у нас динамик моно, естественно. Давайте послушаем. Выберем какую-нибудь мелодию подлиннее, позвучнее, так сказать. Так, ну давайте. Довольно громкий здесь у нас динамик. Естественно, без каких-то там супер-дупер наворотов типа басов, он довольно качественно звучит. Хотя, естественно, мы все прекрасно понимаем, что это бюджетное устройство, и каких-то супер-дупер наворотов здесь быть не может. Давайте проверим, что у нас камера здесь предлагает. Окей, разрешить. Меня интересует разрешение максимальное. Здесь 80p, 30 кадров в секунду, 720p. Да, естественно, здесь 60 кадров нету, к сожалению. И, насколько я знаю, здесь также нету электронной стабилизации, которая была у нас в Redmi Note 9. Ну, это логично. Бюджетное дешевое устройство, поэтому ожидать здесь таких же наворотов и таких же фото- и видеовозможностей, как у старших братьев, не приходится. Но давайте сделаем первые тестовые фото. Возьмем сейчас несколько небольших предметов. Давайте попробуем сфотографировать. Посмотрим, что получится. Давайте возьмем вот такую мягкую игрушку. Она как бы такая из ткани сделана, поэтому можно будет посмотреть, насколько хорошо телефон прорабатывает фактуру. Ну и мелкий текст тоже традиционно фотографирую, чтобы посмотреть, насколько хорошо он справляется. У нас фотомодуль именно с мелким текстом. Ну и, естественно, селфи. Как же без него? Сделал я фотографии. И давайте теперь смотреть. Маленькие человечки Lego. В принципе, довольно неплохо все получилось. По детализации здесь нормально. Я не могу сказать, что прям звенящая резкость здесь, но в принципе довольно неплохо, мне кажется, для обычного 13-мегапиксельного модуля. Давайте посмотрим фактуру ткани у зайчика. Ну, здесь тоже, да? То есть, на первый взгляд, фотография действительно неплоха при искусственном освещении. Но понятно, что звенящей резкости здесь нет, да и быть не может. Смотрим дальше. Мелкий текст. На мой взгляд, могло бы быть лучше. То есть, если мы смотрим издалека, вроде неплохо, но как только приближаемся, видно, что немножко, как бы вот он не в фокусе, немножко так вот размазан, что ли. Мне понятно, то ли это из-за того, что недостаточное освещение, то ли же это действительно фишка модуля. Будем тестировать его в ходе полноценного обзора, и я попробую пофотографировать в разных условиях, и расскажу вам уже, что же у меня получится. Ну и селфи-модуль здесь, на удивление, кстати, на удивление неплохо. И на мой взгляд, селфи-модуль здесь отработал даже лучше, чем основной модуль. Видно и фактуру кожи хорошо, и вот отдельные волосики, да и цвет лица тоже у меня относительно правильно передан. Но я стою четко под лампой, естественно, есть засвет некий, но тем не менее получилось, да получилось вполне нормально. То есть, мне кажется, что для телефона за 10 тысяч рублей вполне себе годные фоточки получились. Посмотрим, буду тестировать, покажу, расскажу вам все, что в основном обзоре, но тем временем могу сказать, что по первым впечатлениям телефончик производит довольно-таки хорошее впечатление на меня, и мне нравится вот этот вот корпус, нравится такая вот рифленая поверхность, смотрится это очень классно. Ну и опять же, царапаться будет гораздо меньше, чем если бы сделали полностью вот такую вот глянцевую поверхность, ну и глянец он смотрится, ну скажем так, по-дешевому, как мне кажется, а вот такая рифленая поверхность смотрится уже, ну, более интересно, что ли. Ну, хотя мы все прекрасно понимаем, что устройство бюджетное. Вот такая вот распаковочка у меня получилась, надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Это помогает мне в продвижении канала и продвижении видео, и готовить для вас много новых обзоров и пилить годный контент. А я буду с вами прощаться. Совсем скоро ожидайте полноценный обзор на Redmi 9. С вами был Айс.